Всем привет! Вы на канале Ставэксперт. Недавно я стал обладателем нового приемника Texan PL330. Хочу рассказать вам о его плюсах и недостатках, на которые я обратил внимание. У меня есть приемник купленный еще в 2011 году Texan PL310, поэтому конечно буду сравнивать с ним. А также у меня был на руках Texan PL600, поэтому могу сравнить и с ним. Итак, комплектация по сравнению с PL600 менее богат. В коробке приемник, бархатный чехол, фирменные наушники, USB кабель для зарядки. Так, сразу начнем с отличий. Питание приемника организовано от литого аккумулятора, ранее выпускаемой компанией Nokia V5C. У меня таких аккумуляторов есть несколько штук, поэтому проблемы нет. Но все-таки питание от батарейки типа AA является более универсальным. Тем не менее, данного литого аккумулятора мне хватает где-то на неделю, если конечно слушать приемник не слишком много. Емкость аккумулятора 1 А. Заряжать приемник можно от USB, как от адаптера, так и от дополнительного аккумулятора. Приемник через USB работает и без аккумулятора, что очень удобно в некоторых случаях. Антенна-телескоп. Странно, но она короче 310, где-то на 5-8 сантиметров. Видимо, сэкономили. Подставку для стола сзади приемника убрали. Вот непонятно зачем. Слева на торце расположены входы внешней антенны, наушников и microUSB. Справа валкодер и регулировка громкости. Экран изменился. Он стал немного больше. На него помещается больше информации. Но убрали очень полезную функцию в отличие от 310. Термометр. Эсметр остался справа вверху. Показывает уровень сигнал шум. На PL600 конечно с метром не нравился больше. Функция бутильника изображения времени осталась. Можно включить секунды нажатием восьмерки при выключенном состоянии приемника. Вещательный FM диапазон расширен. От 64 до 108 МГц. Приемник построен на новом чипе DSP-C 4730. И так переходим к включению приемника. Сразу хочу отметить качество динамика. Приемник остался в тех же размерах, что и PL310. Динамика звучит как-то более басовито. Есть и средние и высокие частоты. При выключении приемника звук плавно затухает. Самые главные плюсы для меня это появление приема в режиме однополосной модуляции SSB. Как в верхней боковой полосе USB, так и в нижней USB. А также расширенные диапазоны приема на КВ без разрывов. От 1 из 7 МГц до 30 МГц. Ну и конечно остался прием на средних и длинных волнах. То есть можно послушать и вещательные станции, и радиолюбители на всех частотах, и хулиганов, и даже CB диапазон. Правда последний только в АЭМ модуляции. А также в служебной станции, например на 4 МГц, на 9 МГц, на 14 МГц и так далее. Обычно они вещают в верхней боковой полосе. PL310 работает только от 2,3 МГц до 21,95 МГц. Только в режиме АЭМ. Ну и средние длинные волны конечно там есть. И так коротко пробежимся по кнопкам приемника. Кнопка MVLV включает средние и короткие волны. В выключенном состоянии удержание кнопки 2 включает данный диапазон. А тройкой управляем шагом, то есть 9 или 10 кГц. Можно сделать и шаг 1 кГц, нажав на кнопку ST. Удержанием тройки можно включить прием средних и длинных волн на телескопическую или же на внешнюю антенну, что очень редко встречается в приемниках такого класса и расширяет возможности по приему. Кнопка FM ST включает вещательный FM диапазон. Качество приема отличное. Ну где-то немного лучше PL310. Кнопками АТС можно переключать КВ диапазоны или включать их при нажатии например из FM режима. Кнопка SSB включает режим однополосной модуляции для ослушивания радиолюбителей. Отмечу возможность очень точной настройки на станции. Для этого нужно нажать на кнопку ST. Радиолюбительские станции слышно хорошо. Особенно при использовании антенны в длинную вещь. Ее можно сделать самостоятельно. достаточно купить штыкер 3.5 и припаять провод нужного размера. Желательно не менее 5 метров. Не холодно и не жарко. Прием. Да, да. Спасибо. Нарочное пожелание на группу. Крепко, здорово. Всего доброго. Пока-пока. Да, Уриана Димашисяна, Нарьяна. Это радиосемь Леонид Татьяна и компания. Ну вот я смотрю на QZ-2 данные, фотография. Вот с Алексеем. С Алексеем одного года рождения. Будьте здоровы. Е73. А кто мой район был? Так, несколько станций. Я услышал префикс. Радиоанна Моли. Еще раз, пожалуйста, направляй. Уже кто? QZ-1-3. Ольга Татьяна. Odo. Akerix, Николай. Всего доброго, Александр. RX-7, Центральные, A Ro3. Миша Тима. Щапки, пять. Девять. Рыбинск, Андрей, на приемы. Кнопка FMVM включает частотный или канальный режим. То есть частоту можно либо вводить в алкодер, или выбирать из ячеек память. Или можно набирать частоту вручную с помощью кнопок. Чтобы внести частоту в память, нажмите кнопку Memory. Дальше выбираете ячейку и снова нажимаете Memory. Из доп. функции расширенный поиск по диапазонам. Эта функция называется ETM+. Она позволяет раз в час просканировать диапазоны, настроиться на сигналы станции. Но мне эта функция, честно говоря, не особо интересна. При включении приемника, если удерживать кнопку питания, можно включить таймер отключения, вращая валкодер справа. Кнопка AMVM регулирует полосу пропускания для каждого диапазона в своих значениях. Это можно сделать более комфортным прослушивание станции или приглушить помехи. Вечернее время удобнее включить постоянный режим подсветки. Это можно сделать удержанием кнопки 5. Увы, но кнопки не подсвечиваются. Самый главный недостаток этого приемника – это Soft Mute. То есть при перестройке на долю секунды прием замолкает. И это очень неудобно. Но, в принципе, можно привыкнуть и пользоваться приемником успешно. Да, и забыл добавить. Версия прошивки у меня 3305. Купался приемник на известной китайской площадке. Стоимость его была чуть более 5000 рублей. Итак, сделаю небольшой вывод по приемнику, на мой взгляд. В первую очередь приемник подойдет тем, кто не является радиолюбителем, но есть все предпосылки стать им. А послушав приемник, возможно, у вас появится желание получить радиолюбительскую категорию, а самому выйти в эфир. Хотя, конечно, проще пути в эфир начать с УКВ, но это тема для отдельного видео. Также приемник подойдет тем, кому нужно компактное устройство, чтобы послушать короткие волны и эфирные станции где угодно. И быстро. Когда большой трансивер или походный недоступны. Ради эфирного вещания на FM, конечно, можно взять приемник подешевле. Хотя, здесь FM очень хорош. PL600 выигрывает только размером динамика. КВ же, я считаю, на 330, ну, приблизительно такой же, как на PL600. Итак, плюсы приемника. Компактные габариты, современное питание от лития у аккумулятора и работа без аккумулятора. Расширенный КВ диапазон, прием станции в SSB. Хорошее качество звучания динамика. Расширенные подстройки по частоте на станции. Множество доп. функций. Режим DSP. Невысокая стоимость. Ну, тут с уговоркой, конечно, на курд доллара к рублю. Минусы. Режим Soft Mute. Нет подсветки кнопок. Убрали электронный радостник температуры. На этом первую часть рассказа про приемник PL330 я заканчиваю. В ближайшее время будет вторая часть, где я выбросом с приемником PL330 в лес, послушал станции в отсутствие городских помех. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте «Нравится». Это поможет мне делать для вас интересные статьи и видео. Всем, всем три. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok